Экс-глава Татфондбанка встретит Новый год в следственном изоляторе. Суд Казани продлил Роберту Мусину срок ареста до 16 февраля, несмотря на то, что адвокат просил освободить банкира под домашний арест. Однако представитель Следственного комитета выступил против, заявив при этом, что в ближайшее время предъявит Мусину окончательное обвинение. К слову, всего в отношении него и неустановленных лиц возбуждены 23 уголовных дела. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий бесплатную юридическую помощь для обманутых дольщиков, включенных в соответствующий реестр. В основном они остаются один на один с необходимостью решения юридических вопросов, связанных с ненадлежащим исполнением застройщикам своих обязательств. Сейчас на контроле в Госдуме находится 836 таких объектов. Проблемы с застройщиками имеют более 130 тысяч россиян. Шестую победу подряд одержали накануне игроки хоккейного клуба Челны. Сражение на Нижне-Тагильском льду с местным спутником закончилось победой челнинцев со счетом 1-3. У нас отличились Файзулин, Мухин и Ополев. Следующие уже домашние игры, которые пройдут 19 и 20 декабря, станут последними в уходящем году. В набережные Челны приедет Алтай из Барнаула. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова